Друзья, добрый день, добрый вечер, либо утро, в зависимости от того, в какое время суток вы будете нас смотреть. Мы настолько увлеклись нашим проектом, что у нас родилась еще одна десятая лекция, которую мы посчитали важной вам донести. Ребята, эта тема, которую мы поднимем, называется «Сортировка и транспортировка пострадавших». Я думаю, что с этим вопросом вы сталкивались многие на военной подготовке в школе, либо первой помощи когда-то, когда вы ее проходили. Но сейчас время не стоит на месте, актуализируются материалы, актуализируются подходы международные, и вот захотелось тоже этот момент немножко обозначить. Прежде чем мы начнем лекцию, приглашаю вас к молитве. Дорогой любящий Господь, благодарим Тебя за возможность давать людям знания, Господи, и что Ты собираешь людей у наших экранов, чтобы они могли понимать и принимать эту информацию. Господь, спасибо Тебе, что напоминаешь о тех темах, которые нужно подсветить, обозначить. Боже, спасибо, что руководишь нами. Уверяемся в Твои любящие руки. Благослови эту встречу. Просим все во имя Иисуса Христа. Аминь. И по традиции включаю демонстрацию для того, чтобы вам было комфортно меня и видеть, и слышать. И неспроста мы делаем презентации, ребят, это для того, чтобы все наши органы памяти, органы, вернее, через которые нам информация поступает, воздействовали. То есть у кого-то визуальная память, у кого-то слуховая. И уверена, что многие из вас еще ведут конспекты, которые, кстати, очень полезно делать вручную. Итак, сегодня наша тема – это сортировка пострадавших. Это своего рода искусство, цель которого является извлечение максимальной пользы, исходя из собственных ограниченных возможностей. С учетом того, что у вас может быть один, два, три тех, кто оказывает помощь, а пострадавших может быть в разы больше. Вообще большинству людей понятен смысл этих мероприятий, что значит сортировка. То есть определение, кому помощь в первую очередь нужна. Так вот, цель сортировки пострадавших – это обеспечить быстрейшее оказание первой помощи максимальному числу нуждающихся в ней раненых и больных. Сортировка раненых и пострадавших – это довольно обширная тема. Это действительно, если специализированные или медицинские работники, или специальные службы, они уделяют этому несколько часов. Мы пройдемся с вами по основным важным моментам, чтобы вы не потерялись в такой ситуации, чтобы вы понимали, о чем говорят специалисты, если они есть в наличии, и чтобы вы знали, что делать, если вы на месте происшествия оказались пока один, пока еще к вам следует помощь. Значит, такая тема, она вообще может происходить на разных моментах происшествий. Это может быть дорожно-транспортное происшествие с большим количеством пострадавших, например, автобус. Это может быть железнодорожная авария. Это могут быть боевые действия. Это может быть авария на производстве, например. Вот буквально месяц назад в моем городе произошла ситуация, на мясокомбинате начала съезжать, сдвигаться плита перекрытия над цехом, где хранится аммиак. Ну, вы знаете, что большие молочно-перерабатывающие, мясоперерабатывающие комбинаты, они используют в своем производстве аммиак для охлаждения. И страшно даже представить, что бы могло произойти, если бы она рухнула на это все дело, где хранится аммиак. То есть город бы и пригород был бы эвакуирован однозначно. Только вовремя заметили, и пожарные спасатели все помогли вместе с монтажниками это все устранить. Поэтому, в принципе, вещи эти могут быть достаточно реальны, и поэтому освежить нам в памяти действия не помешает. Мы здесь коснемся лишь сортировки пострадавших на этапе эвакуации, то есть где существует возможность оказания первой помощи. То есть наиболее важным аспектом при массовом поступлении раненых является именно правильное планирование и проведение мероприятий по оказанию той самой первой помощи, либо доврачебной, либо уже медицинской, даже если есть специалисты, которые могут приступить к оказанию этой помощи. Чтобы вы знали, это не только для того, чтобы разгадывать в просвордах, но и для того, чтобы понимать специалистов. Медицинская сортировка еще называется триаж. Такое вот есть специальное слово. Триаж это заменяет, то есть можно называть, мы проводим триаж или мы проводим медицинскую сортировку. Значит, ранее считалось, что для осуществления сортировки пострадавших должно быть отведено специальное место. То есть сначала их куда-то всех перевозили, потом их там уже сортировали. Подобная схема действительно работала раньше, однако в настоящее время она признана неэффективной. И в ней нет необходимости. На самом деле нет никакой надобности, чтобы все раненые сначала собирались где-то в определенном месте, осматривались и там уже сортировались. Ну, это трата времени, ресурсов и физических сил людей. Альтернативный и эффективный метод, он должен обеспечивать быстрый доступ к пострадавшим или раненым. И поэтому их можно осматривать непосредственно на месте происшествия. Однако важно, чтобы это место было безопасно для вас. Естественно, в горящем доме осматривать пострадавших вы не будете. Вот, то есть, ну, тут, конечно, законы логики работают. Ну, или там, куда их доставляют, может быть, для сортировки. То есть, если спасатели выносят из горящего дома и куда-то уже перекладывают в безопасное место, то там уже можно эту сортировку и производить. Важно быстро оценить состояние пострадавших и их нуждаемость в неотложной помощи. Такое беглое обследование, оно длится буквально 2-3 секунды. То есть, достаточно взгляда на человека. Тут как бы не нужно прикладывать, применять специальных средств. Вот, оно буквально включает оценку контакта с пострадавшим, слышит, не слышит он вас, характер пульса, да, то есть, прикладывается рука, если человек не отвечает на ваши вопросы, и выявление следов большой кровопотери. То есть, либо это ампутированные конечности, либо это следы крови на одежде. Даже у профессиональных медиков не остается места для стетоскопа, для применения тонометра в этих условиях. Они это не делают. То есть, здесь буквально, я говорю, до 5 секунд. Слышите, не слышите, все, слышит сознание, это уже сразу ставится, да, группа, выделяется группа, о которой чуть поговорим чуть попольше. На слайде, да, вы видите круги, и видите, что они расходятся неравномерно. То есть, красным обведена сама зона поражения, да, ну, допустим, возьмем, например, тот же мясокомбинат, да, в котором там произошла какая-то утечка аммиака. То есть, эта зона красная, в ней работают исключительно специалисты, и если вы не специалист, если вы не имеете средств защиты, то вам туда нельзя. Зоны, далее, желтая и зеленая зона, они распространяются неравномерно. Это зависит от направления ветра. То есть, если ветер дует, то, естественно, он за собой вносит отравляющие вещества, например, и разносит их на более дальнее расстояние. Но с подветренной стороны это расстояние будет минимальным. Да, именно из подветренной стороны и заходят все спасательные службы, и в том числе и ваша задача точно так же зайти с подветренной стороны. Что значит с подветренной стороны? Ветер должен дуть вам в спину. Это самый простой критерий определить, что где подветренная сторона. Там, где он дует вам в спину. Не в лицо несет вам отравляющие вещества, а в спину. А в спину дует чистый ветер, да, и уносит это все вперед. Поэтому уроки географии вам в помощи, нам и мне. Нужно уметь определять стороны света не только по муравейнику, и моху в лесу, но еще ориентироваться и в пространстве. Сейчас у многих есть мобильное устройство, где можно или в онлайн-режиме, или установить компас, да, и как-то определять и стороны света, и розу ветров, да, в той местности, где вы находитесь. Оценка места происшествия, да, вообще важно. Первое, да, это вот то, что обезопасит вас от каких-то поражающих факторов, да, и сохранит вам жизнь, возможно. Во-первых, проверяем наличие дыма. А предметы, которые, или люди, которые могут вам грозить опасностью, например, электрический провод оголенный, или огонь, или бензин рядом, или огонь-бензин рядом. Если есть оружие у человека или рядом, да, его необходимо ногой откинуть или попросить его откинуть. То есть к пострадавшему, у которого есть оружие в руке, ну, приближаться однозначно не надо. Во-первых, к пострадавшему мы всегда подходим со стороны головы, чтобы он вас не видел. Точно так же принцип, как и при утоплении действует, да, то есть мы заходим, чтобы не создавать каких-то дополнительных проблем для себя. Не буду углубляться, что это могут быть проблемы, просто запомните, подходим со стороны головы, чтобы пострадавший минимально вас видел. Лучше всего находиться на стыке желтой и зеленой зоны, да, и верну вам предыдущий слайд, то есть на стыке желтой и зеленой зоны, вот где они стыкуются, вот в этом месте максимально безопасно в зоне поражения находиться. Если вы на своем транспорте подъезжаете, то именно здесь вы его и оставляете, дальше уже пешком, дальше уже подъезжать на транспорте уже небезопасно. Значит, при необходимости важно иметь в виду направление ветра. Понятно, что это дорожно-транспортное происшествие или железнодорожное, то там направление ветра в принципе не имеет значения. Но если это выделение каких-то отравляющих веществ, то направление ветра, безусловно, мы учитываем. И важно всегда иметь возможность быстро покинуть место происшествия. То есть вам, если вы не специалист, вам в самое пепло лезть вообще нельзя. Просто это будет плюс еще одна, либо плюс один пострадавший, либо еще хуже. Поэтому качаем ноги, да, чтобы в случае необходимости быстро бегать. Даже есть такой анекдот на эту тему, позволю себе озвучить, что в любой ситуации непонятный приседай. Дама с хорошей попой – это всегда ок. Ну, конечно же, шучу. Вот, поэтому бережем себя. Об этом я вам говорю буквально на каждой встрече, потому что ваша жизнь, она тоже цена, драгоценна и важна. Следует понимать, что сортировка – это именно сортировка. Это не лечебный процесс. Для проведения сортировки не нужно какого-то специального снаряжения. Ну, кроме, если это выделение веществ, то это еще какие-то респираторы, маски, может быть, очки или защитная одежда. В большинстве случаев лица, которые сопровождают раненых или сами пострадавшие, они вам дадут знать, кто из них нуждается в немедленном оказании помощи. Поверьте, это вы будете видеть сразу. И затем нужно распределить и направить потоки пострадавших. Умершие люди остаются на месте, то есть на них время сейчас не тратится. Пациенты, которые сохраняют способность разговаривать, а таких, как правило, большинство, они направляются в лечебное учреждение либо подразделение минимальной медицинской помощи, то есть уже к более профессиональным людям, которые могут ее оказать. Основной задачей того, кто занимается сортировкой, является обеспечение направления пострадавших в нужное место и в нужное время. Вам не нужно будет сильно углубляться в обследование пострадавшего, то есть просто понимать, к какой группе его отнести. На самом деле это обычно и на углубленный осмотр не бывает времени. Поэтому если сортировка пострадавших является в связи с этим таким самым узким местом всей системы, то есть пострадавшие и все, и от них уже пошли разветвления. Кому помощь нужна, кто-то сам будет добираться, а кто-то уже, к сожалению, остается на месте. Поэтому здесь, особенно в конце нашей встречи, я отмечу такой момент, что вам важно здесь сохранять спокойствие, не поддаваться общей панике, почему нужно подходить со стороны головы к пострадавшим, чтобы не было вот этого, помогите мне, спасите меня, и вы вовлекаетесь в этот процесс, отвлекаетесь и теряете время. Поэтому, к сожалению, здесь мы остаемся тут, ну, как бы чувство немножко нужно притупить, научиться это делать. Значит, обычно используют четырехуровневую систему сортировки, она была еще выделена пироговым, это такой известный врач, он много полезного сделал для медицины. Это проверенная временем, достаточно удобная система, но иногда применяется и трехуровневая система сортировки. Она была признана вот недавно такая более быстрая, более современная, эффективная, и эта система разделяет всех раненых на умерших или умирающих. Вы видите на слайде трехуровневая система, черным обозначено это умер или умирающий. То есть травмы, несовместимые с жизнью. Может быть, человек еще где-то там что-то подает признаки, но у него травма, которая явно не позволит ему дальше жить. Ну, то есть одна нога здесь, другая там. И второй пункт, второй тип, который люди по трехуровневой системе градируются, это нуждающиеся в медицинской помощи и не нуждающиеся в первой помощи. То есть у них такое повреждение, которое может подождать. Люди, которые могут потерпеть определенное количество времени и получить помощь чуть позже. Нуждающимися признаются те, пострадавшие, которые нуждаются в проведении неотложных мероприятий до врачебной, либо уже первой врачебной помощи. Не нуждающие те, которым эта помощь может быть отсрочена. Пострадавшие, способные поднимать и удерживать голову, которые могут смотреть по сторонам, у которых сохранен речевой контакт, это, как правило, менее неотложные пациенты. То есть вы понимаете, если человек разговаривает, если он голову поднимает, у него там может повреждена нога быть, может быть даже повреждена спинальная травма, он еще может говорить что-то, он как-то в сознании, еще пока выходит на контакт, то чаще всего они просто кричат и требуют помощи, такие пациенты, пострадавшие, конечно же. Этим пациентам помощь можно отсрочить. То есть это у нас будут зеленые пациенты, которых мы маркировать будем зеленым. Умершие, умирающие могут направляться в одно место, если уже есть большое количество спасательной бригады, когда уже можно уносить умерших, либо они остаются на месте происшествия. В категории нуждающиеся неконтактные пациенты со следами большой кровопотери на теле обычно требуют оказания помощи в условиях лечебного учреждения, поэтому в таком случае у нас остается вот три цвета, то есть трехуровневая система – черный, красный и зеленый. Вы здесь на слайде также видите, что как же нам можно маркировать. Как угодно, главное помнить, что означает каждый цвет. То есть есть вот, вы видите, специальные наборы для маркировки. Конечно же, они будут только у спасателей, либо у людей, которые профессионально занимаются этим. Это может быть обычный фломастер. Наносится маркировка на любом неповрежденном месте, видно. Чаще всего это лицо или лоб. У пациента просто ставится какая-то отметка, либо черточки, либо птички на лоб наносятся. Либо это может быть отрез ткани. Она может привязываться либо к руке, что осталось целым, либо если достаточно ткани, то можно привязывать, например, на голову повязывать. То есть так, чтобы другой человек увидел, к какой группе вы отсортировали этого пострадавшего. Четырехуровневая система сортировки. Вы видите, она в себе содержит четыре цвета. Это зеленый, желтый, красный и черный. Подсвечу четырехуровневую систему более подробно, так как ее знает большинство медиков и немедиков. И сортировочные группы чаще всего ее тоже используют, продолжают ее использовать, чтобы вы были в курсе и понимали, что значит еще и желтый цвет. Значит, первое – агонирующие. Агонирующие пострадавшие, они обозначаются черным цветом. Сюда относятся умирающие пострадавшие с травматическими повреждениями или отравлениями, несовместимыми с жизнью. Это тяжелые повреждения головы, прям тяжелые, не буду уже вдаваться в подробности. Несовместимые с жизнью ожоги, когда человек полностью поврежден. Ну и люди, которые уходят из жизни уже, то есть которым нужно, в принципе, помочь уже нереально. Они нуждаются только в такой симптоматической терапии. И прогноз у них неблагоприятен для жизни. Они, такие люди эвакуации, в принципе, не подлежат. И к этой же группе относят и умерших. То есть эти пациенты, пострадавшие, вернее, они помечаются черной меткой. Значит, количество пострадавших обычно при происшествии зависит, конечно, от очага поражения, но достигает порой до 20%. Вторая группа – это красный цвет. Это неотложная помощь, тяжелое повреждение, отравление, которое представляет угрозы для жизни. То есть пострадавшие с быстро нарастающими, опасными для жизни расстройствами основных жизненно важных функций, например, шок, для устранения которых необходимо срочные лечебно-профилактические мероприятия. То есть помощь профессионала нужна. И временно, нетранспортабельные они могут быть, но там буквально их в первую очередь нужно транспортировать. Прогноз может быть благоприятен, если им своевременно будет оказана медицинская помощь. Больные этой группы нуждаются в помощи по неотложным жизненным показаниям. Эвакуация происходит в первую очередь после оказания необходимой первой помощи. То есть остановка кровотечения, либо сердечно-легочная реанимация провелась, все, человека раздышали, и все, можно транспортировать. Транспорт медицинский используется для такой группы, то есть специализированный, нельзя там в повозке какой-то вывозить. И положение лежа чаще всего используем при транспортировке таких пациентов. Состав от общего поражения числа тоже примерно 20%. То есть у нас будет и черных 20, с черной меткой, и с красной меткой порядка 20%. Далее срочная помощь. Это желтый цвет. Срочная помощь. Немножко такое понятие, слово русское, оно неоднозначное. Срочное – это значит то, что можно отсрочить, то, что можно отложить. Повреждения и отравления средней тяжести, то есть не представляющие непосредственные угрозы для жизни. Например, перелом, но без кровотечения. То есть он может быть открытый, закрытый, но который немножко можно отложить. Да, это больно. Да, эти пациенты подлежат оказанию первой доврачебной помощи, но они могут подождать с непосредственной эвакуацией. У них возможно развитие опасных для жизни осложнений, то есть они должны оставаться под наблюдением. Но прогноз относительно благоприятный для жизни. Помощь оказывается во вторую очередь или может быть отсрочена до поступления на следующий этап эвакуации. То есть уже первых увезли и уже привезли и приехали за вторыми. Значит, сюда также относятся пострадавшие, которые находятся в удовлетворительном состоянии и которым тоже показана медицинская помощь уже во вторую очередь. У таких пациентов из желтой зоны, из желтой маркировки, у них благоприятный прогноз для жизни, то есть выживаемость будет высокой. И также используется медицинский транспорт, потому что все-таки осложнения могут случиться в любой момент. Зеленые, пострадавшие, маркированные зеленым. Эта маркировка называется несрочная помощь. Это легко пораженные, то есть пострадавшие с легкими повреждениями, которые нуждаются в амбулаторно-поликлиническом лечении. Ссадины, царапины, какие-то ушибы, возможно, вывихи, которые, в принципе, можно зафиксировать и добраться благополучно самостоятельно либо на подходящем транспорте. То есть прогноз благоприятный для жизни, для трудоспособности, эвакуируются они самостоятельно или транспортом общего назначения. Таких чаще всего большинство, порядка 40% в районе зоны поражения. Значит, неотложная помощь. Кого мы и в каком порядке вообще оказываем немедленно. Красных, еще раз повторюсь, мы оказываем первым. Это такой вот вам слайд для того, чтобы вы могли заскринить, себе сохранить. Значит, тех, кого мы пометили красным, это пациенты, которые находятся в состоянии, представляющем угрозу для жизни. В зависимости от ситуации, к красным относим еще некоторых отдельных групп с травмами, которые не угрожают жизни, но могут привести к инвалидности при не вовремя оказанной помощи. Что это может быть? Это могут быть какие-то переломы с кровотечениями, которые мы, например, наложили жгуты. Хотя, в принципе, если их много, то приходится применять такие средства помощи. Вы знаете, что жгут накладывается на непродолжительный период времени, и таких пациентов тоже можно отнести уже к красным, неотложным состояниям. Хотя он будет в сознании, он будет с вами разговаривать. То есть в целом вроде бы угрозы жизни как таковой и сильной нет. А желтых, смаркированных желтым цветом, это те, кому нужна срочная помощь. Пациенты на данный момент, в принципе, не представляют угрозы для жизни, но помощь все-таки нужна будет. Где-то что-то может зашить, какое-то ранение или какая-то травма, или ожог, который небольшой ожог, но пациента в любом случае нужно будет показать медицинскому специалисту. И вместе с такими желтыми маркированными можем отправлять некоторых зеленых, которые ближе уже, то есть на пограничном состоянии находятся, которым вроде бы не срочно помощь нужна, но у нас есть свободное место в эвакуационном транспорте, и, конечно, мы можем присоединять их вместе и эвакуировать одновременно. То есть вот такой слайд вам в помощь. Что следует помнить для того, чтобы оказывать, чтобы проводить сортировку? Напомню, важные вехи такие. Думаем о собственной безопасности в зоне оказания помощи. Во-первых, стараемся найти перчатки, маску использовать, респиратор, если в этом есть необходимость, спецодежду одеть. И обязательно оцениваем окружающие условия, чтобы это не было зоны поражения электрическим током, чтобы это, конечно же, в пожар мы не лезем без специальной подготовки. И очень важно соблюдать субординацию вторым пунктом. Субординация. Если на месте есть врач, либо кто-то с высшим медицинским образованием, то проводит сортировку он. А мы уже с вами являемся как помощниками, как исполнителями, то есть выполняем указания. Если врача нет, то сначала проводит сортировку в приоритете тот, кто имеет медицинское образование, либо стоматологическое образование. То есть эти люди тоже имеют право делать сортировку. То есть они быстрее и достовернее смогут распределить пострадавших по группам. А потом уже специалисты проводят сортировку специальных служб, и далее уже тот, кто не имеет специального образования. То есть сначала пожарные, потом, может быть, МВД, ОВД, службы какие-то, которые обучаются хотя бы более длительно, чем те, кто проходил это когда-то в школе. Вообще, по поводу отключитель-труизм. Что это значит? Душевный, конечно, дискомфорт, который мы испытываем, наблюдая за страданиями другого человека, он побуждает нас избавиться от этого дискомфорта. Это естественная нормальная реакция любого человека. А сделать это можно, либо пройдя мимо неприятной ситуации, именно так поступали священник или левит в известной вам истории о добром самарянине, либо оказав первую помощь, как тот самый самарянин. Никогда не знаешь, когда и какое вознаграждение ожидает тебя, если поможешь попавшему в беду человеку. В любом случае важно помнить о собственной безопасности. Я так понимаю, что среди нас нет тех людей, которые кинутся оказывать помощь ради наград. Обычно люди об этом не думают в первые минуты, когда видят, что кому-то нужна помощь. Однако, что значит отключить альтруизм? Нередко мы помогаем другим не потому, что сознательно просчитываем последствия поступка, то есть пришли к выводу, что это в наших интересах, потому что что-то, какая-то невидимая, есть исследование на эту тему, опять-таки это долгая, глубокая тема, но что-то нам подсказывает, что мы должны так поступить. Но однако нам важно верно оценить свои силы, свои возможности и ни в коем случае не стать еще одной жертвой ситуации. Спаси больше. Что за принцип? Важно сохранять самообладание. Все эмоции оставляем на потом. Часто это время быстрых решений, это время уверенных действий. Пострадавший может привлекать к себе внимание, особым образом вовлекать вас в свою ситуацию, хвататься за одежду, просить помочь. Скорее всего, это так и будет. Это мольбы, просьбы о помощи, либо что-то родственникам передать. То есть если пострадавших действительно очень много, то такие вещи, они вас будут очень сильно демотивировать, отвлекать, и вы попадете сами в это паническое состояние. Поэтому, особенно если это близкий человек, это безусловно не может просто так никто пройти мимо этого. Чаще всего это будут крики о помощи, это будут стоны, то есть надо быть к этому готовым, что это нормальная ситуация для места с большим количеством пострадавших. Важно расставляя приоритеты и быстро анализируя, кому и какую помощь можно отсрочить без угрозы для жизни. А с кем, наоборот, нужно действовать незамедлительно. С кем незамедлительно нужно приступить к оказанию, допустим, реанимационных мероприятий. Значит, третий пункт, здесь такие английские буквы, не совсем может быть понятные, да, капс называется, critical bleeding, это значит критические кровотечения, сначала мы останавливаем их, да, а потом уже делаем все остальное, потом уже шинируем, потом уже там перевязываем, сначала критические кровотечения. Понятно, что у вас только две руки, и по факту вы можете оказать помощь только одному пациенту, вот, поэтому здесь опять-таки нам приходит на помощь эта сортировка. Дальше, четвертый пункт, значит, RPM 32 can do. Вот такая надпись, RPM читается, 32 can do тире зеленый. Это мнематическая такая формулировка, да, это такое устройство для критериев, которые используют между собой спасатели, да, при сортировке раненых. То есть она используется при сортировке по категориям, при массовом несчастном случае. Это международная такая аббревиатура, и она означает, допустим, данная аббревиатура обозначает то, что у пациента, как определить для несовершеннолетнего пациента, да, в какую категорию его отнести. Значит, R – это скорость дыхания. Для несовершеннолетнего пациента, если она составляет более 30 в минуту, скорость дыхания оценивается, да, значит, этот пациент будет у нас в зеленой группе. Если менее 30, то этот пациент нуждается в срочной помощи. Это, еще раз повторюсь, несовершеннолетний, то есть это про детей сейчас речь идет. Дальше. Два, да, это капиллярное, пополнение капиллярного кровообращения менее чем за 2 секунды. То есть если надавить, да, на область кожи, да, и мы когда надавливаем к себе, можете так сделать, у нас появляется белое пятно. И когда мы пальцы отпускаем, у нас практически мгновенно у здорового человека возвращается кровообращение, да, то есть мы, в принципе, можем даже до белого и не додавиться. А вот у детей, это характерный такой критерий оценки состояния, вот в норме за 2 секунды должно восстановиться в этом месте кровоснабжение, то есть опять кожа стать общего тона. Если этого не происходит, значит, этот пациент нуждается в срочном оказании помощи. И can do, это значит, могу делать, да, то есть это ментальный статус адекватен, значит, способность пациента выполнять простые команды. Он может что-то делать, если вы его попросите. Там подними руку, поверни голову, посмотри на меня, скажи, как тебя зовут. Вот если ребёнок выполняет эти команды, значит, этот пациент будет относиться у нас к зелёной группе, да, то есть если у него пульс больше 30, если за 2 секунды восстанавливается у него капиллярное наполнение, и он отвечает на вопросы, всё, этот ребёнок, он у нас молодец, и он может потерпеть, пока ему окажут профессиональную помощь. Пятый этап – это золотой час. Это термин, который используется у медиков, да, для определения промежутка времени. Для чего я вам это говорю? И предыдущий момент, и этот – для того, что вы можете услышать, да, при общении и не понимать, о чём идёт речь. Вот для того, чтобы вы понимали, о чём речь, вам не нужно устанавливать или оценивать по этой системе. Мы не… не в этом наша задача. Моя задача – просто рассказать, чтобы вы понимали, что такие условные какие-то есть обозначения у медицинских персонала, и между собой спасатели, они это понимают. Так вот, чтобы вы тоже были в теме. Так вот, золотой час, он используется для определения промежутка времени. Он применяется ориентировочно в один час от момента получения травмы, да, от момента того, как пациент получает ранение либо травму. Он позволяет наиболее эффективно оказать первую помощь. Считается, что в течение этого времени вероятность того, что лечение предотвратит смерть пациента, наиболее высока. То есть максимально стараться оказать помощь вот в первый час от момента нанесения травмы либо ранения. Ну и, естественно, шестой пункт – зелёные тоже пострадавшие. Что это значит? Это значит, что мы про них не забываем. Как только мы уже рассортировали и оказали помощь тем, кто нуждается в них в первую очередь, мы, конечно же, приходим и оказываем помощь тем пациентам, которые у нас в зелёной группе. Опять-таки им тоже нужно наблюдение, да. То есть мы перепроверяем данные каждые 3-5 минут. То есть тот, кто сортировку проводил, он никуда не уходит. Он между ними опять ходит и опять. Так, с зелёной зоны он уже жёлтый, да, с жёлтой он уже в красную пошёл. То есть данные могут меняться. Поэтому всё держит человек, который занимается сортировкой на месте, держит под контролем. Дальше. Немножко хотелось бы коснуться выбора способа транспортировки. На предыдущих встречах я говорила о том, что у нас страна небольшая, и мы, в принципе, можем везде и всегда актуально дождаться скорой медицинской помощи. Так или иначе, у нас во все районы она выезжает, и не остаётся мест, которые не охвачены. Иногда даже с других районов, если, допустим, удалённый населённый пункт находится ближе к другому району, да, то есть между собой районы сообщаются, очень хорошо выстроена, налажена коммуникация и помощь. Но бывают случаи, когда, может быть, вы уехали в другую страну, там, да, где-то турпоход, турпоездка, да, или какая-то неординарная ситуация, когда вы, там, ну, допустим, полили в лесу, села батарея, разрядился телефон, промок телефон, вы спускались, сплавлялись по Днепру в СОЖ, или, там, наоборот, из СОЖа в Днепр, да, промок телефон, и нужно вызвать помощь, но в данный момент нужно как-то добраться до какого-то пункта связи. Так вот, выбор способов и средств транспортировки, он зависит от конкретных условий, то есть какое-то время года, какое ваше состояние, какое состояние пострадавшего, какая у него травма или заболевание, и наличие специальных и подручных средств эвакуации, а также это зависит еще и от расстояния транспортировки, то есть транспортировку пострадавшего могут осуществлять один или несколько человек вручную, или с использованием специальных приспособлений. Ну, сами понимаете, да, один или несколько человек вручную транспортировать могут недолго, ну, как минимум, не более километра дальше им потребуется самим либо помощь, либо как минимум отдых. То есть адекватно нужно рассчитать силы и понимать, либо вы оставляете пострадавшего и идете за помощью, либо мы вместе с ним движемся ближе к помощи. Когда нет подручных средств и времени для их изготовления тоже нет, то один человек может нести пострадавшего на руках, на спине, на плече, это возможно. Например, ну, что это может быть? Ну, там, пчела в язык ужалила, да, вы ничего не сделаете, но до населенного пункта вот перейти через поле. Конечно же, вы схватите пациента на плечи и потащите его на себе. Вот, значит, очень подробно о дополнительных способах транспортировки, о возможных способах транспортировки я расскажу, я вам приложу в нашем диске, куда все видео сохраняются. Есть специальное видео, очень понятное, то есть нет смысла сейчас это повторять. Я скажу только, что в любом конкретном случае важно оценить свои физические возможности и состояние пациента, да, чтобы, как говорится, не было либо еще одного пострадавшего, либо два лежащих человека, да, очень долго посреди поля. Есть, вы видите на слайде, способы транспортировки друг за другом, на руках и на плече. Они применяются в тех случаях, когда пострадавший может быть либо без сознания, либо очень слабый, вот, и, конечно же, значительно облегчает переноску пострадавшего на руках и на носилках использование носилочных лямок, да, то есть если у вас есть при себе длинные ремни, которые можно между собой связать, либо веревка, та же самая, то это может значительно облегчить вам весь процесс. В ряде случаев при отсутствии помощников, как правило, это на короткие расстояния, ну, например, нужно вытащить из задымленного помещения пациента, да, или подтащить куда-то ближе, то есть на месте оказания, на месте происшествия нельзя, невозможно оказывать услуги. Мы можем использовать транспортировку волоком, да, лучше всего, конечно, волочь за одежду, ну, если на человеке есть одежда плотная, то есть куртка какая-то или пиджак, тогда за саму одежду, вот вы видите на верхнем слайде. Вот, если верхней одежды нету, тогда за подмышечную область поднимается человек, лучше со стороны головы, конечно же, волочь. Либо используется покрывало, одеяло, либо длинный плащ, на который укладывается человек, и волочится уже за подстилку. Есть еще способ волочь за ноги, но тут важно помнить, что голова тогда страдает, да, то есть нужно волочь по ровной поверхности, не спеша, не так, чтобы голова там тряслась и милость, да, дополнительно травмировать. Но иногда бывает, что не подступиться к человеку, он лежит либо под завалом, либо он находится, опять же, в том же задымленном помещении, там, ну, как бы нет возможности крутиться, вертеться, что-то, значит, мы хватаем его за штаны, если они не спортивные, а с ремнем, либо джинсы, либо тогда уже за голени, за голеностопные суставы и тащим его волоком за собой. Значит, переноска пострадавшего в лечебное учреждение или к транспортному средству, она может быть осуществлена с помощью носилок. Они могут быть медицинские, но, конечно, в случае полевых условий это импровизированные носилки. Во время транспортировки пострадавший должен находиться в положении, которое соответствует его травме. Например, тяжелое состояние, большинство состояний человек транспортируется в состоянии верхнем самом, да, лежа на спине. Это и сотрясение мозга, это и травмы передней части головы, лица, позвоночника, костей, таза, все это на спине в классическом стиле, лежим на спине, лежит человек на спине, да. Это же и шоковое состояние, травмы брюшной полости, вот, травмы груди, да, травмы. Если ампутация конечностей произошла нижних, то тогда стараемся подложить валик, да, под ноги. Если у нас пациент с повышенным давлением, опять-таки, да, мы, вернее, с повышенным, а в состоянии обморока, да, вы помните, что мы подкладываем валик под ноги. Вот, если у пациента кровопотеря, то стараемся большая, особенно внутреннее кровотечение в брюшной полости, такого пациента укладываем в стабильное положение и подкладываем валик под живот, чтобы сдавить, да, если там есть кровотечение, чтобы прижать и уменьшить его. В таком состоянии на животе прям и транспортируем. Дальше. Если травмы спины, то мы транспортируем человека на животе или на правом боку. Если травмы затылочной зоны, ну, тут действуем логически, в общем, да, тут можно бесконечно причислять травмы, они могут быть какие угодно, комбинированные, разные. Действуем логично. То есть на поврежденную поверхность, если там травма спины, ранение спины, естественно, мы не положим, да, если ранение со стороны спины. Вот. Если ранение со стороны, с передней стороны человека, да, то, естественно, тогда мы укладываем его на спину. Если это травма глаза, если это травма дыхательных путей, такого пациента, естественно, транспортируем сидя. Так. Ну и плечевой пояс, то есть все, что выше, тоже можно транспортировать сидя. То есть если перелом руки, то ложить человека необязательно. Если это вывих какой-то, конечно, вы тоже его не уложите, он, скорее всего, будет сидеть. Значит, если характер травмы позволяет и нет других вариантов, как перевести или перенести человека, то можно перемещать пострадавшего на себе. Да, сначала оцениваем возможности свои реальные, то есть чтобы мы, конечно же, могли нести его, чтобы он нас не превышал в два раза. Вот. И вот один из вариантов вы видите сейчас на слайде, когда подкладывается веревка. Это может быть просто веревка, это может быть лента, это может быть связанная, как-то порезанная одежда вместе, в районе ягодиц. То есть под поясницей должна лента проходить и под ягодицей. И таким образом у нас получается сумка из человека. То есть вы укладываетесь между ног, одеваете ремни, которые остались с боков на себя, переворачиваетесь вместе с пациентом на живот и встаете. Таким образом пациент, даже если он без сознания, он оказывается у вас привязанным к спине, как будто это рюкзак. Также очень классное видео, отправлю в дополнительные материалы, как можно сделать с одной веревкой, точно так же зафиксировать пациента. Принцип тот же будет. Вот такой метод используют спасатели, когда человека поднимают на себя и после этого закидывают на плечо. Точно так же в дополнительных видео есть подробный пошаговый показ, как это сделать. Очень рекомендую вам потренироваться. Вот это самостоятельное перемещение, транспортировка одним человеком, как это сделать. То есть это в принципе с детьми даже будет очень увлекательно поиграть в такие штуки. И попробовать позакидывать себе на плечо и на спину, привязать его в виде сумки. Вот основные моменты, которыми хотелось поделиться, которые хотелось бы обозначить для вас. Уверена, что тоже было полезно. Будьте здоровы непременно. Всех вас еще ожидает приятный тест для того, чтобы понимать, какие знания вы получили за эти встречи, а что еще хочется, может быть, проработать, какие моменты еще нуждаются в дополнительной информации. Всех благодарю. Если есть вопросы, можно задать. И в нашем рабочем чате точно так же. Мы остаемся на связи. Мы никуда его не удаляем. Он остается у нас. Спасибо за внимание. У меня вопрос к тебе. Ты знаешь, я же понимаю, что эта ситуация, которая может оказаться, она очень волнительная. И вот один из моментов в сортировке, там пульс измеряется. Вот как в этом волнении быть уверенным, что ты реально услышал или не услышал? Какие практически рекомендации? Потому что для меня, наверное, самое страшное в сортировке. То есть определить черную метку, это положение. А если ты ошибся? То есть ты неправильно определил? Да, пульс действительно очень часто можно услышать свой. Как я уже говорила, от стола и от стены его можно почувствовать, когда у вас у самих адреналин. Поэтому обычно мы смотрим на движение грудной клетки, чтобы это было еще дыхание и зрачок. То есть мало того, что мы, во-первых, его проверяем. Здесь мы три пальца подкладываем. Можно четыре. То есть согнуть пальцы и приложить для достоверности. Это уже точно как бы в четырех пальцах снижается вероятность, что вы ошибетесь. И проверяем зрачок. Вот если надо черную метку поставить, смотрите на зрачки либо на травму несовместимой с жизнью. То есть если вы понимаете, что человек без полголовы не сможет жить, пусть он еще даже как-то там и проявляет признаки, то ну как бы да, тут сразу черная метка. А у всех остальных, у кого есть сомнения, смотрим зрачок. То есть если зрачок еще живой, если биологические признаки не наступили, все, тогда мы его в красную зону. Спасибо. Ну, наверное, ты знаешь, вот этот момент без полголовы может, не может, наверное, где-то воспитаны уже в каких-то фильмах показывают такие ситуации, когда выживает, ну, казалось бы, в таких странных, невозможных случаях. Да, вот это работает все-таки в голове. Это работает, это работает и сейчас, и у нас, и в реальной жизни. Если пострадавшего один-два, но если их 220, ребят, вас не хватит на всех. Вот это важно понимать. Почему мы эту тему затронули? Что когда мы оказываем помощь одному человеку, это понятно. Мы всех условно, как и утопленников, мы всех считаем живыми. Да вот пока нам уже там, знаете, справку не дадут, что ну как бы все. Мы всех условно считаем живыми. Но если их много, если их даже 10, а вы один, вам придется делать выбор. Это нужно понимать, это нужно осознать, что без этого никуда. Либо вы сядете и будете там с ними со всеми плакать с десятерями, или вы успеете спасти семь из них. Да, то есть оказать помощь, рассортировать, приоритеты расставить, да, этот потерпеть со своим переломом, а этого я покачаю. Или там нанесу ему прикордиальный удар, я его заведу, буду там глазом смотреть, а этому я смогу кровотечение остановить. То есть вот это лучше сработает, нежели вы поддадитесь панике, будете, ой, не знаю, умер, не умер. Да он это самое, проявит признаки жизни, классно, пойдете ему помощь оказывать. Ты вдохновляешь. Конечно. Понятно, что в такую ситуацию не хотелось бы попасть. Задача спасти больше. Да, задача спасти больше. Я, когда впервые столкнулась с такой задачей, ну, по крайней мере, теоретически, я оказалась, что очень даже подходит ситуация, когда ты вдруг вот берешь за голову и сделаешь себе какой-то стресс, да, иногда кто-то по лицу дает и говорит, так, опомнить, да, нам нужно быстро работать. То есть это тоже можно как-то использовать, да, там, холодной водой умыться и вперед, то есть как бы немножечко... Можно, глубокое дыхание однозначно сработает и вот, ну, конечно, хорошо советовать оставить эмоции на потом. На самом деле, ребята, лучше, чем практика, тренировочная практика, ничего не работает. То есть для чего проводится на больших учреждениях, в организациях, когда техника безопасности стоит на высоком уровне, там реально проводятся учения, как минимум раз в год. Все выходят и учатся эти штуки делать, вот все от А до Я, о которой мы с вами проговорили. Если у вас такой возможности нет, то используйте, допустим, этот курс для того, чтобы знания получить, знания освежить и практиковаться, да, ту же транспортировку, то же наложение повязок и вы уже будете максимально приближены к таким боевым условиям, боевым, я в смысле в кавычках, к реальным условиям, да, и опять-таки ваш мозг вспомнит, что, а, да, именно так и у меня происходило. Вы думаете, я отучилась, я пришла такая, эх, и давай сразу там всех качать и спасать? Нет, конечно. Как говорится, пришел и забыл вообще, открываешь чемодан этот, и в первый день это просто был шок. Если бы я не была с врачом, ну, правда, я ему благодарна до бесконечности, как меня обучали, это не значит, что все забыл, нет, но ты приезжаешь, и ты понимаешь, что от тебя зависит, что кроме тебя никого нет, да, и тебе нужно это делать, и разные были случаи, когда приезжали, и там уже три дня под листьями кто-то лежал, и тут скорую вызвали, понимаете, то есть, ну, никогда не бываешь готов к этому, вот, и тем более мы говорим о экстренных ситуациях, к ним никогда нельзя подготовиться, но если мы теорию проговариваем, мы моделируем, да, поведение, то есть, мы вот с вами выстроили этапы, тем более я старалась давать структурно, да, то есть, клиника, что мы можем увидеть, да, что мы делаем, что мы видим, раз, два, три, раз, два, три, вот, и тогда это в голове будет все-таки всплывать, вот, и еще раз повторюсь, берегите себя, да, не лезьте, если вы понимаете, что вы не знаете, как оказать помощь, лучше помогите организовать доставку, привозку, поступление этой помощи, но уже не лезьте к самому пациенту. Практика, когда мы обучались, нас расправляли вот этот поворот на живот пострадавшего, просто делать бесконечное количество раз, чтобы просто уже закрытыми глазами ты мог это сделать, да, потому что руки тоже помнят. Борядка 40, наверное, 60 процентов, но я уже затруднюсь сказать там уже методически, но обучение медицинских работников состоит из практических занятий, то есть у нас там были эти шины, да, которые мы друг другу накладывали, там эти всякие манипуляционные штуки, вот, именно мы практиковались это делать для того, чтобы отточить навыки до автоматизма, все верно. Это мы желаем всем попрактиковаться, да, попрактиковаться, просто иметь эти знания у себя и никогда-никогда не использовать. Спасибо, Катя, очень интересно и полезно. Всем огромное спасибо, вы меня вдохновляете своей обратной связью, когда вы пишете об этом, и то, что курс оказался нужным, это действительно побуждает еще подумать над тем, как, какие можно вопросы подсветить, поэтому не прощаемся с вами, скажем так. Временно говорим, до свидания. Да, до новых встреч.